всем привет вечерняя видеосъемка почему ну как как видео выйдет намного позже но все-таки это видео как бы 1 сентябрьских привозов орхидей в наши магазины и я безусловно на одном из поступлений но просто не смогла устоять устоять не на ногах не смогла устоять не чисто чтобы не вернуться домой без орхидеи вот посмотрите вот эту я вам просто не показывала эту орхидейку мне подарили эта орхидейка находится уже восемь дней у меня это big leap сейчас я буду вам показывать он конечно сейчас уже знаете так это вот эти бутончики свои распускает а нижние цветочки у него как-то уже не очень активно выглядит там немножко небольшая проблема с шейкой была у этого big leap я его пролечила видеокадры как я это делала я сняла специально для вас и покажу как я обрабатывала вот собственно вот эту всю корневую систему поверхностную и место вот этого место которое мне не очень нравилось вот видите видеокадры вы сейчас посмотрите промазываю вот эти сомнительные места разведенным препаратом обига пик пять миллилитров воды и одна капля этого препарата получается я вам уже показывала накануне вот такая вот водная суспензия которая имеет мутно-оливковый оттенок имеет способности она оседать поэтому каждый раз обмакаю кисточку и начинаю барахтать там жидкость чтобы она стала равномерно распределенной и вот так вот вот эти сомнительные места неправильного цвета это неправильный цвет совершенно так я обрабатываю здесь удалены были листья это видно это явно так по моему я немножко задрала до растения я не знаю надеюсь что вы там хоть все видели так ну в принципе что еще вот здесь вот есть немножко какая-то мокнутость но это так знаете мертвому припарка через оболочку листа сложно проникнуть конечно рабочим составом но хотя бега пик это контактный препарат он с помощью контактного воздействия проникает через оболочку я думаю что будет иметь определенный эффект такая обработка и вот так аккуратненько смотрите вот там есть щель между цветоносом вот она между цветоносом и листиком вот эту щель в эту щель я стараюсь как бы водичку-то не направлять боюсь вот потому что я оттуда просто не смогу достать воду поэтому обрабатываю вот цветонос контактно именно вместе фиолетового окраса и вот здесь вот шейку так здесь мешает вам держатель цветоноса и вот здесь шейку все дальнейшую работу с этим растением вы увидите в сегодняшнем видео обработку делаю потому что сейчас поздний час работать у меня нет возможности с растением а предотвратить дальнейшее поражение все-таки я могу вот таким вот быстрым быстрым воздействием ну что тут у меня одна минута ушла на разведение и покрытие шейки вот туда 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 видите какая бяка вот конечно это растение больно вы видите что здесь есть ранее видео озвученное мной именно грибковое поражение корней которая стала переходить и на ствол все вы посмотрели видеокадры ничего особенного просто по поверхности все покрылось то что мне не нравилось именно рабочим составом фунгицида и вот посмотрите но как можно было уйти из магазина без вот этой красоты так ну что сказать вам наверное нужно где я ее купила я купила в торговой сети европа привезли орхидеи красивые такой знаете не совсем стандартный завоз был много было очень таких ярких пеострых орхидеи мультифлоры стандартных с крупными такими бархатистыми пятнами на белых лепестках и на собственно таких фисташковых желтоватых оттенках лепестков вот именно бордовые бордовые пятна это вот то что я люблю в летнее время и конечно же ну вот ну что вот эта орхидейка вот единственное видите не совсем видно она такая вот стабильная в плане стрессоустойчивости то есть вот смотрите вот эти два бутона она точно уберет вот этот и вот этот она уберет это тоже она вероятно уберет вот такие не совсем вызревшие бутоны очень часто пропадают на орхидейках которые ну испытывали стресс в период транспортировки упаковки ну и так далее сами понимаете да и присутствие какого-то время какого-то времени в магазине вот 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 эти два я конечно на них надеюсь что они распустятся вы знаете но подкупила она меня чем вот смотрите ну совсем совсем маленькая орхидея давайте я вам с раб рядышком вот так руку свою поставлю чтобы вы видели на уровне руки что это совершенно не большая не крупная розетка я конечно рисковала когда покупала эту орхидею я понимаю прекрасно что после вот такого цветения пусть не пышного но все-таки цветение орхидея дала цветонос это орхидейка безусловно уйдет в длительный процесс восстановления и роста корневая система вот что меня еще подкупило это то что корневая система в посадке очень хорошая вот видите такой многогранный горшок 6 граней на нем я как-то вот были привозы в ленте в таких горшочках но вот еще ни разу не покупала и кстати вот от этого производителя ни разу не покупала вот посмотрим как они будут себя вести но по крайней мере по нижнему уровню корневой системы и вот смотрите я еще ее не поливала и не буду пока поливать этого пока не требуется видно ей водички плеснули уже в магазине поэтому что я сделаю я сейчас я протру листочки чистой водой и опрыскаю для профилактики сделаю облако над растением над цветами и собственно над листьями из аэрозоля так сейчас я вам скажу вероятно с экстрактом пихты от фитощита все я люблю им профилактировать смотрите какая необыкновенная вот девчонки как вы думаете что это за орхидея мутация какого гибрида она поначалу мне вот этот цветочек как-то так глянулся мне и мне показалось что это цветочек очень похож на мутацию попугая но у попугая нет вот этих вот таких вот полосатых лепестков я сама не пойму что это за мутация но не знаю и вы знаете конечно же что все таки меня толкнуло купить эту орхидею безусловно мне всегда очень интересно покупая растения вот так вот да с определенными генетическими изменениями мне всегда интересно как они зацветут дома вот просто нереально интересно цена этой орхидеи на момент покупки 849 рублей вот но наверное было бы грешно оставить такой цене орхидею сейчас я как увидела бабочки в группах подай продаются две пятьсот три пятьсот ну и знаете что называется я не знаю совсем стоит потеряли по-другому сказать не могу такие цены гнут это просто кошмар хотя мутация вот когда мы на привозов миксовки покупаем растение у меня видео было на эту тему мутация вообще может быть связана с какими-то подкормками она может быть связана с применением гормонов в момент быстрого роста орхидеи понимаете вот в теплицах поэтому что собственно заставила так цвести орхидею мне пока не понятно домашнее цветение покажет но когда она будет я так думаю что это будет еще не скоро так давайте я сейчас немножко посмотрю что у нас тут пас по грунту в принципе смотрите архиата фракции вероятно это 69 архиатка кстати вот от этого производителя видите и состав грунта сплошная архиата вот смотрите только кора сейчас я немножко отсыплю поверхностный грунт и покажу вам если там торф стакан давайте мы сейчас быстренько с вами посмотрим чем нас там производитель удивит я думаю будет торф стакан но как без этого конечно да есть я сейчас просто аккуратненько беру свой тупой любимый пинцет и просто убираю торфяной стакан вот отсюда с поверхности по крайней мере с поверхности точно уберу аккуратненько очень удобно не травмирую корни потому что пинцетик у меня настоящий именно приспособлен для таких целей хватающий но не царапающий вот сейчас со всех сторон где смогу подлезть я конечно уберу торф стакан вот туда внутрь я не смогу залезть сразу говорю видите корни там глубоко и я туда не полезу я не буду травмировать шейку растение и собственно царапать корневую со всех сторон сейчас отсыплю грунт и пас и уберу с поверхности торф стакан именно там где он касается шейки все все там еще конечно был такой пластиковый каркас контур вот видите стеночки его видны который фиксировал торфяной стакан я так его и оставлю там торфяной стаканчик от шейки смотрите со всех сторон я убрала у меня получилось это сделать почему смотрите вот диаметр горшочка совсем маленький и торфяной стакан он вот смотрите здесь есть хоть какое-то расстояние между торфяным стаканом и стенками горшка а здесь его вообще нет то есть вот если сравнить со стандартным d12 горшком то это явно какой-то но я не знаю т.д.д. 10 может быть 11 не знаю вот диаметра этого горшочка так был там нехороший листочки я его убрала так дальше я вот думаю 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 обычно я вот эти листочки тоже убираю я сейчас это и сделаю постараюсь без остатка до срыв хороший так с этой стороны не буду трогать ну все корешочки отличные теперь на место вот этого торфяного стакана который я убрала я просто-напросто беру ее вот эту кору она отлично выглядящая и вот так вот туда просыпаю все новые коры я сюда добавлять не буду здесь было достаточно много коры и глубокая посадка у орхидеи видите она хорошо туда входит заполняя пространство которое освободилось все я закончила обновление не обновление здесь все то что было то и пошло кроме торфа стакана вот я его так частично выводила насколько смогла так и один листик сняла все это тот сор который отправляется в помойное ведро сейчас листочки протру но это будет уже вне камеры и вот посмотрите то о чем я говорю собственно да что же стало причиной вот такой мутации растения очень очень интересно на таком маленьком уровне вот смотрите да совсем маленький уровень листики маленькие 4 всего лишь листика вот 5 я удалила молюський посмотрите у нее хотел пробиться еще один цветонос сейчас видеокамера вам передает что там якобы какая-то чернота нет я все посмотрела там не надо делать никакой дополнительной обработки там все более менее чем хорошо вот там сухая ткань оттенок видите шейки растения он фиолетовый и там собственно внутри в пробитого цветоносом листа тоже такое фиолетовое такое основание здорового ствола растения все ничего особого все в принципе как всегда стандартно но удалить надо было так как объем горшочка маленькие вот такие у меня две красавицы один подарок вторая купленная орхидейка но очень интересно что же будет дома я думаю что она тоже вам приглянулась вот и безусловно вы с удовольствием понаблюдаете я так думаю за ее домашним цветением когда оно будет да бог его знает авось когда-нибудь да случится не хочу ничего загадывать не люблю это делать но сложился видите лепесток это из-за того что орхидейка шла в транспортировку хорошо сделала в транспортировочном пакетике и стенки пакета просто давили на цветочек получилась вот такая деформация вот все девчонки и мужчины беглип у меня вот такой теперь еще есть в коллекции моих красивых беглипов крупноцветковый оттопыренный такой губошлеп и вот такая необыкновенная мутация которая меня удивила и поразила всего вам доброго здоровья благополучия увидимся с вами вновь на моем канале всем пока пока и до новых встреч а